Всем привет! Надеюсь меня слышно хорошо. Сейчас я вам дам небольшой видеоотзыв о пройденном мною буквально вот завтра последний день в курсе на покер обилити. С покером я знаком примерно с 15-го года. Сиграл раньше НЛ-10, иногда НЛ-25, на покер старсы и на 8-8 покер. Были там свои плюсы и минусы, но в целом игра выходила в ноль. Также проходил некоторые курсы на других площадках, смотрел YouTube-каналы различные обучающие, читал обучающие статьи. Но в целом выходила игра вся в ноль. И только за счет небольших бонусов, рейкбека получался, не сказать, что доход, но какая-то прибыль все-таки была. Но потом, конечно, была, так сказать, небольшая черная полоса, там, тильтовал, там, играл немножко в казино, понял, что это делать ни в коем случае нельзя, только банкролл-менеджмент обязательно должен быть. И как-то я попал на сайт покер-абилити и подписался на них в группе в Телеграме. Отзывов там было очень много, но в целом меня заинтересовало. Я курс взял не сразу. Сначала просто проходил обучение на их сайте, у них это возможно, самостоятельно проходить разделы, выполнять домашнее задание и обучаться. Но потом были, так сказать, предновогодние скидки небольшие, и мне сделали очень выгодное предложение использовать часть бонуса при регистрации от этого сайта на других румах в качестве оплаты части курса. Я посчитал, и это вышло мне очень выгодно. Хоть я и заплатил где-то половину стоимости, но я остался доволен. Хотя первое время думал, что это как бы это не оказалось какими-нибудь там выброшенными на воздух деньгами на ветер. И, в общем, немножко переживал. Но как бы спустя там одну-две недели я понял, что информации очень много, курс очень насыщенный. Просто максимально. Практически даже не всегда успеваешь там вовремя пройти все задания. Прям в последние дни максимально напрягаешься до поздней ночи. Все делаешь. Очень большая теоретическая база, что мне понравилось. Комплексный подход. То есть прорабатывается не только, например, стратегия игры, но еще психология. Околоигровые моменты. Это все в совокупности как бы открыло глаза на такие вроде бы элементарные вещи, на которые раньше особо даже над ними и не задумывался. Но если рассматривать комплексно, то реально из-за вот таких вот мелочей получается наш выигрыш либо проигрыш. Плюс очень сильная, конечно, теоретическая база в плане стратегии, как префлоп, так и постфлоп. Особенно алгоритм мне очень понравился работа над игрой и алгоритм принятия правильных решений на всех улицах. В принципе, он достаточно простой, но очень... они его проработали практически для всех моментов. То есть самому к этому можно, конечно, прийти, но это очень будет проблематично. очень помогали, конечно, кураторы. Плюс работа в группе ведется, как в микрогруппе по три человека, так и в целом группе. Там ребята поддерживают, пишут, ведешь свой блог. Считаю, что курс на меня повлиял достаточно положительно. Я вот сейчас этого заканчиваю, понимаю, что мне все равно нужно время, чтобы это все переосмыслить и начать более... более... это все применять на практике и стараться не забывать, повторять и отрабатывать так сказать на поле боя. Также вывел несколько своих там сильных и слабых сторон и считаю, что игра моя улучшилась. Также мне очень понравилось, что сайт покерабилити дает направление, то есть не только играть на каком-то одному покерном руме, а предлагает различные различные варианты с различными как кэшбэк-бонусами, так и бонусами на первый депозит, что очень сильно помогает новичку, само собой, так сказать, отрабатывать новые навыки. Мне это пригодилось, потому что буквально к концу курса, я не знаю, либо из-за большого потока теории, там, может быть, плохой игры, ему, и, конечно, немножко не везло, попал в небольшую полосполосу неудач, но за счет бонусов у меня вышло в целом в плюс. До курса я играл на Покер Старс, сейчас покажу. Последние несколько месяцев играл на лимите НЛ-10, вот такой вот у меня график, но отображается он немножко некорректно, так как некоторые раздачи он считал неправильно, потому что там страховка новая была на Покер Старс, и он ее или вообще не считал, или выигрышный раздач считал за проигрыш, но в целом выходила игра в ноль. я смотрел, за счет бонусов я конечно вышел в плюс, но понял, что это очень слабо, есть над чем работать. За где-то получается месяц игры с обучением на Покер Абилити у меня такой вот график, играл я на сети GG сейчас GG покер тоже мне кажется он немножко некорректно отображается, потому что я считал, что у меня тоже ближе к концу была полоса неудач, должна опуститься еще ниже где-то в этот сектор, но в целом уверенности в игре прибавилось, тут конечно игра на без статистики, что немножко дает свои особенности, но в целом благодаря алгоритму принятия решений и общим моментам и стратегии психологии на самом деле намного более уверенно себя чувствуешь на лимите, есть куда расти. Так, вот мы берем, целым курсом доволен, работы очень реально много, занимался настолько плотно, что буквально не хватало там свободного времени, то есть там если там это совмещать с работой или с учебой, это достаточно проблематично, потому что только ежедневных заданий, где-то там на часа полтора, плюс необходимо наигрывать соответственно дистанцию, поэтому рекомендую как-то освободить свое время и прям вот если планируете брать, прям максимально в месяц или хотя бы три недели посвятить полностью себе обучению. Так, из плюсов, вот что вот максимально мне понравилось, это работа в команде, поддержка кураторов и группы, очень много самостоятельной работы, так как я считаю основная работа, основной вид обучения, это самостоятельная работа, работа над игрой, изучение теории, есть, конечно, много было достаточно видеоматериалов, прямых трансляций, онлайн, оффлайн, но самостоятельная работа над тем же видео, которое вы посмотрели, разбор, конспектирование, это все очень намного улучшает вашу игру, ну и плюс возможность реально получить скидку до 100% от цены курса при определенных условиях очень, конечно, радует. Так, что бы хотел еще улучшить на этом курсе? Конечно, мне кажется, что этот курс на месяц он очень сжат, месяца полтора было бы, мне кажется, поспокойнее, потому что люди учатся, работают, не каждый может прямо взять и месяц просто бомбить теорию. Так, также мне показалось, что было мало теории по работе с софтом, с таким, как HoldManager, FlopZilla, всякие фильтры, не фильтры, HoldManager и FlopZilla. И, не знаю, насчет, вот у меня вопрос по поводу красной линии и блефов. Конечно, с одной стороны, то, что дают на курсе, если это детально проработать, то становится, в принципе, понятно, как над этим всем надо работать самому, какие делать выводы, где надавить, где поблефовать. Но, интересно было бы посмотреть чисто несколько там, практически, тренировок, видео по тому, как более грамотно поддерживать красную линию, больше в каких ситуациях блефовать, разбирать оппонентов и так далее. И, очень, как мне показалось, как, не знаю, недостаток или, может быть, не недостаток, но вся практически 90%, ну, 90%, ладно, 80% программы заточена на игру со статистикой. Но многие сейчас покерные румы, такие как GD Poker и другие, так скажем, более известные, говорят, что даже Poker Stars уйдет от этого, потихоньку отказываются от статистики, ставят различные там ограничения на маньяк-неманьяк и тоже было бы интересно как бы особо, видеообучение или что-то в этом роде про особенности игры без статистики. Но с другой стороны тоже алгоритм принятия решений и вся стратегия, которая дается, она подходит в целом и под любую игру, потому что она как бы базовая, уже как бы статистика, она как дополнительные рычаги воздействия идет. В целом спасибо большое всем за курс, спасибо Петру за его сайт, за то, что он придумал такую систему, достаточно интересная, рабочая. Желаю вам дальше развиваться, делать больше скидок на дальнейшие курсы и на этот. Также спасибо нашей группе и куратору, который помогал решать, делать наши домашние задания, подсказывал, всегда давал совет, направлял в нужную сторону, разбирал ошибки, без этого конечно никуда. В целом курс стоит своих денег это 100%. Всем спасибо, до свидания.